На Клухорском перевале вновь увековечили память советских солдат. На высоте почти 3000 метров прошел оригинальный форум «Наследие». В нем участвовали работники отдела культуры Карачаевска, представители Тибердинского заповедника, гости из разных регионов страны. О патриотической акции расскажет Аслан Гирюгов. В 1942 году здесь, на высоте 2780 метров, шли ожесточенные бои. 17 августа штурмом был взят Клухорский перевал. Эта история вписана в летопись Великой Победы. Для всех участников восхождения провели небольшую экскурсию по боевым местам. Здесь можно встретить много обелисков и памятных табличек в честь тех, кто проливал кровь ради победы. Были разборные пушки, которые спокойно поднимались, можно было поднять. А каким образом? Вот за счет таких конструкций лебедок. Мы видим верхнюю часть этой лебедки, вторая была на том склоне, то есть туда доставлялось оружие. Вы видите, что прошло 75 лет после того, как отгремели последние залпы войны, но эта лебедка до сих пор в рабочем состоянии. Символично и название форума – наследие. Ведь все мы – наследники доблестных воинов, тех, кто не останавливался перед грозным врагом, освободив свою страну и весь мир от фашистов. Новую мемориальную доску установили на месте захоронения немецких солдат. На ней надпись. «Обидишь друга – наживешь врага ты. Врага обнимешь – друга обретешь». Это и отличает данную акцию от многих других, поскольку такой жест показывает, насколько для нашей страны имеет большое значение история Великой Отечественной войны. Это память тем, кто остался на этой земле и лежат в этой земле. Пусть память нас объединяет и пусть память станет символом мира. Участники акции отметили, что подобные мероприятия должны проводиться чаще, ведь с их помощью подрастающее поколение будет помнить и чтить подвиг солдат. На вершине сиял треколор Карачаева-Черкесии – знак мужества, сплоченности и дружбы народов. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев. Вести. Карачаева-Черкесия. Кухорский перевал.